Друзья, всем привет! Секс-скандал в Раде. Депутат Яременко, который возглавляет комитет по внешней политике, был застукан, сфотографирован во время переписки с проституткой, узнавая цены, сколько у нее стоит час, ночь и так далее. В общем, большой скандал в Раде. Мы решили пообщаться с народными депутатами, чтобы узнать, какие правовые последствия могут быть для Яременко за вот такое поведение. Самое интересное, что некоторые депутаты уже подготовили даже обращение в правоохранительные органы, поскольку проституция у нас в Украине незаконна, значит и депутат действовал незаконно. Я не принимала никакого решения. Мы не рассматривали, что это вопрос, потому что так много законопроектов, которые являются очень нагальными, например, анбанлинг, ну вы знаете, те законопроекты, которые вызывают вопросы у общества, превалили. Тим не менее, я считаю, что мы должны рассматривать такие вопросы даже позачергово, потому что они стоят нашей репутации, нашего реноме и, наконец, довери общества. Как вы считаете, есть ли выраженность того, что все-таки фракция прийме решение головы выключить из команды? Я сподіваюся, что он сам прийме решение, потому что это, наконец, относится до морально-этичної категорії, внутрішньої категорії каждого из нас. Я считаю, что лучшим решением было бы написать заяву и скласти повноважение из головы комитета. Есть еще решение, например, выключить из фракции или избавить, ну, мы не можем избавить мандата, он бы сам мог скласти мандат. Я считаю, что глава комитета, он не может быть в силу певных причин. Как вы считаете, должен ли понести наказание и в каком виде? Нет, я считаю, что он не должен нести наказание, пусть жена его наказывает. А он должен просто, ну, это автоматически, я человек, который представляет нашу страну на международной арене, лицо Украины, не может быть такое, ну, как бы сказать, нехорошее, да? Я думаю, что у него должна была бы совесть самого, потому что эксплуатация женщин в Европе не приветствуется, он будет Европе представлять нашу страну. Потому что за бюджетные деньги, когда ты проституток вызываешь в это время, мы же платим ему большие деньги, народ Украины, правильно? Поэтому это все очень плохо. И последнее. Я, к сожалению, слышал сегодня заявление замглавы фракции, что его не только не будут наказывать, а начали угрожать журналистам, которые фотографируют. Вот это уже слуги народа становятся барами. Это плохо. Богдан Еременко должен понести какое-то наказание и какое? Смотрите, я как мужчина не могу сказать, должен ли он понести наказание за то, что он сделал, потому что, ну, это его личное дело. Ну, это его, его дело и, наверное, дело его семьи. Другое дело, что для подобного, для подобной переписки, наверное, есть другие места, есть другое время. Наказывать ли за это депутата, ну, смотрите, он не решал никакие вопросы, он не, ну, я думаю, никак не использовал свое служебное положение, да, поэтому я бы не стал. Ну, это такой поступок, пусть останется на его совести. Тем более, что он извинился перед фракцией и перед, я понимаю, своей семьей. У нас остается только один вопрос, перейдешь ты, с которым переписался, он извинился или нет? Спасибо. По вашему мнению, должен ли понести наказание и в каком виде? Я, ну, очень не люблю раздавать наказание, то есть наказывает у нас суд, а это решит фракция. То есть, ну, мне кажется, что как решит фракция, я приму этот вопрос. Если решать, что... Вот это тот вопрос, когда не суди и не судим будешь. То есть, это было некрасиво, но, может быть, имеет смысл уйти в отставку с поста главы комитета, я не готов. Фракция не должна лишить его мандата за такой доску? Лишить мандата? А за что, коррект? Ну, сформулируйте. Ну, за то, что в сессионном зале снимал проститутку за черный нал, скажем так. Что такое черный нал? Доллары. Какой, в деле, что он черный. Он безналами должен был перечислить. Мы еще не всем установили кассовый обратно. Смотрите, личная жизнь каждого из депутатов меня не интересует. Рабочее время – это не самое удачное время для решения вопросов личной жизни, но как фракция решит, так и не. На вашу думку, чем он планирует какие-то покарания и какие еще мое? Это не моя справа, хай он вырешивает это со своей семьей. Я в никаком разу не хочу давать оценку коллегам за особистих питань. Но он этим занимался в сессионном зале? Я не хочу давать оценку коллегам, які щось робили з особистих миркувань. Якби він подав, може, його призначили відповідальним за легалізацію проституції. Я ж не знаю, який був в нього план. Я не засуджую коллег за особистих питань. Иногда бывает у человека так, что не можно решить особистые дела в Верховной Раде. В мене иногда бывает так, что нужно переговорить с детьми, або с мужем, або с мамой. Может, что-то случается. Меня можно засудживать за то, что я в сессионной зале пишу смс с мужем? Таке порівняння трошки дивное просто. Я не засуджую коллег за особистих питань. Все, це для мене тому. Якби він взяв хабар чи ще щось, тоді можна про це говорити. Якщо фракція прийме рішення забрати в нього мандат, ви підтримаєте це рішення? Я утримуюсь. Дякую. Чи потрібно покарати Богдана Яременка, як саме, якщо потрібно? Я не вважаю. Я вважаю. Ви вважаєте, не потрібно карати? А якщо фракція прийма рішення забрати в нього мандату, ви підтримаєте це рішення? Касаємо Богдана Яременка, як ви вважаєте, як ви вважаєте, як ви вважаєте, як ви вважаєте? Щас, постій, я тебе щас покажу. Стой. Я вас только прошу, пожалуйста, не вставляйте мне в один ролик з Києва. Я вас очень прошу. Чего? Що гном сказав? А? Що гном сказав? Смысля? Смотрите, вот убираем слюни, убираем вот эти все разговоры, вот этот весь популизм и оставляем сухой остаток закона. Есть нарушение закона или нет нарушения закона? Вот и все. Все остальное – это политические игры. Понимаете, как? Эта политика состоит из этого, из ярких красок, из привлечения внимания, но в основе любого действия добропорядочного и нормального гражданина, не говоря уже о народном депутате, Должна быть норма и буква закона. Так вот, в нашей стране проституция вне закона. Существует уголовная статья КПК. И принятие участия, способствования, покупки людей, а в данном случае это так и называется, это есть уголовно наказуемое преступление. Поэтому, убираем вот этот весь фарс и оставляем. А можно сфоткать? Можно. Вот оставляем букву закона и оставляем позицию правоохранительных органов. Для чего? Для того, чтобы они разобрались и дали свою оценку действиям народного депутата. А все остальное. Вот и все. Можно на телефон, чтобы машина. И первое можно. Можно. Ну, спасибо. А все остальное, это пиздюш, которым развлекают здесь люди. Вот и все. Нарушил закон, будь любезен, отвечай. Нарушил закон, как народный депутат, сложил мандант и пошел вон. Вот и все. Ты не будешь в стенах украинского парламента покупать людей за свои грязные деньги. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Комментируйте, подписывайтесь. И помните, у власти нет лицензии на правду. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...